Здравствуйте! Поговорим о делах религиозных. Например, о непростых отношениях великого писателя Льва Николаевича Толстого с русской православной церковью. Дело в том, что 7 марта 1901 года Святейший Синод отлучил Льва Толстого от церкви. Столь суровое решение церкви в отношении Толстого было вызвано его оригинальными взглядами на вопросы веры и Бога, о чем писатель написал свой знаменитый трактат «Царство Божие внутри вас». Но мне кажется, что Лев Николаевич Толстой для нас дорог прежде всего как человек, который узнал многое и рассказал многое о России и русском человеке. И в который раз мы с огромным наслаждением перечитываем его гениальные произведения. И прежде всего лучший роман 19 века «Война и мир». А теперь поговорим о театре русском и петербургском. Именно в этот день, 116 лет назад, в столице Российской империи, в частном театре состоялась премьера спектакля, поставленного по пьесе одного очень популярного в начале 20 века русского писателя. Речь идет о постановке пьесы Леонида Андреева «Жизнь человека», причем в афише слово «Человека» писалось большой буквы. Режиссером спектакля в театре Камезаржевской был Всеволт Мирхольд. Постановка имела некоторый успех у петербургской публики. Однако Лев Толстой заметил по поводу творчества своего коллеги. Андреев все меня пугает, но мне не страшно. У нас нынче случился юбилей. И весьма приятный. Дело в том, что ровно 60 лет назад в этот день в Великобритании был выпущен первый долгоиграющий диск одной популярной группы из Ливерпуля. Название было весьма оптимистичным. Пожалуйста, порадуй меня. Обратите внимание на то, что на языке оригинала диск назывался «Плиз Плизми». С той поры «Четверка» стала известна не только в Великобритании, но и по всему миру. А у нас в Петербурге была даже предпринята попытка создать храм Джона Леннона. «Битлз» радовало людей по всему свету. Их композиции и диски продолжают радовать и сейчас. Но, конечно, у каждого из нас есть свои предпочтения в репертуаре группы. Не случайно однажды серьезный музыкальный критик написал в 60-е годы. Вклад «Битлз» в историю музыки можно сравнить с вкладом Карла Маркса в философию. А на сегодня у меня для вас больше нет никаких рекомендаций, кроме одной. Откладывайте в сторону гаджета и берите в руки книги, чтобы думать не только о том, что происходит вокруг и сейчас, но и о том, что было в прошлом. Вспомним Станислава Е. Желеца. Он сказал однажды, выход обычно там, где был вход. Не заблудитесь на тропинках жизни. До новых встреч!